здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life и сегодня мы вновь в гостях ольги чиненковой питомника вода ландшафтного дизайнера специалиста по защите растений ольга здравствуйте здравствуйте да и мы конечно же начнем с древовидных гортензий у нас накопилось очень много вопросов ольга мне писали люди с разных вообще регионов которые на покупали очень много разных сортов во первых жуткая пересортица жутко много вопросов по декоративности я вот решил вот выбрал сам самостоятельно локацию в ольгином саду вот с этого кустика потому что ну не пройти мимо и сейчас у нас самый самый конец сентября уже просто конец сезона и вы посмотрите high starburst единственная махровая гортензия из существующих на данный момент какая роскошная просто абсолютно шикарный куст ольга сушите но у меня первый вопрос она вообще давно такая такое ощущение что она вот вчера зацвела она зацветает одна из первых вообще древовидной гортензии и благодаря тому что это белоцветковый сорт он декоративен но фактически до наверное заморозков он просто немножечко меняет оттенок своего цветка становится более зеленоватый но все равно до сих пор красиво иногда даже вот уже еще позже такие вкрапления совсем темно-зеленого цвета появляются в соцвете но он прекрасно держит свою форму он ничем не болеет в нем нет никакой серой гнили то есть он отлично себя чувствует хотя были сильные ливни у нас где-то раз в две недели проходит сильный ливень несмотря на засуху этого года вот это год был ужасно засушливый вы знаете да но где-то раз в неделю раз две недели сильный ливень вода вся стекает убегает то есть тут в общем-то в корнях ее нету но по листьям и по соцветиям она результаты дает отрицательный но на хай старберс вы ничего этого не видите отличный сорт ну вообще да она сидит в камнях рядом находится сосна куст прошлого года по-моему раза в три увеличился так постепенно нарастает ширину нарастает он отлично зимует мы его ничем не укрываем мы его только коротко обрезаем весной все я его ничем не кормлю ничем ни одного повреждения не обрабатывают вот механические повреждения какие-то есть потому что шишки сосны и ветки падают а в остальном ну мне кажется просто идеальный куст и главное к нему претензии у людей что он разваливается падает лежит но вот смотрите естественно что если куст имеет форму полусферы да какие-то ветки будут лежать какие-то ветки будут стоять ветки не могут все вот так вот находиться если их много если их три штуки они будут стоять вертикально но если их больше они начинают образовывать полусферу и она прекрасно смотрится в этой своей форме ну и важно это просто учитывать посадки посадите на может быть на какой-то если нету рельефа на месте то может быть делать холмик либо если вам это очень не нравится но значит в эти тонкие побеги которые боковые но просто уберете у вас останутся только вот эти если мы вот это как бы вырезаем то вот это вот в принципе да но мне здесь они наоборот очень нравится потому что не свисать потому что у вас да у вас смотрится это красиво подчеркивает этот ландшафт на вашего участка и я считаю что надо не бояться брать эту совершенно уникальную гортезию прекрасную она кстати очень природная она вот в природных садах смотрится естественно в отличие от всех вот этих огромных шаров которые мы любим сажать да что то стронги что она были что розовые сейчас шаровидные у этой более природные виды и и и совсем не похож на привычный нам лист гортензии древовидные он такой шершавый тем она впишется мне кажется вообще в любой дизайн любой сад то есть тут не надо как бояться независимо от того любите ли вы большие шапки или природный стиль это пишется в любой ну что я думаю сразу же перейдем к розовым и к вашим вопросам к вопросам да и к розовым потому что очень много вопросов по розовым гортензиям давайте только надо сказать что сегодня 21 сентября чтобы все понимали что это уже конец а главное наши вопросы с тем и связаны да что с ними происходит потому что очень многие боятся что это все красота очень недолговечно ну понятно давайте смотреть что у нас на этот момент в саду ольга давайте немножечко наведем порядок у вас то что нам было красиво в кадре а то у вас сетки но это у нас просто куры приходили тут сбежали у соседей куры и стали жить на свободном поселении они к нам под калиткой приходят поднимают вот эту их сетку снизу головами как страусы начинают есть голубику поэтому уже не знали чего делать не особенности у вас тут просто какой-то национальный охот или рыбалки это у нас свита набыль она цвела шикарно но она зацветает одна из первых а это начало июля поэтому сейчас конечно это уже фисташка я души раздирающие но здесь поскольку ту и пониже отсюда шел ливень очень сильный поэтому конечно и серая гниль на соцветиях отсветших соцветиях естественно может появиться куда от нее деваться наше соцветие очень густое и она не может столько вода остается на нем ну и уже до к вопросу о декоративности розовых сортов то есть когда они отцветают мы плюс-минус имеем вот такую картинку нет но надо сказать что мы все-таки имеем на современных сортах вот такой цвет я его называю фисташкой мне кажется он близко к этому действительно если там вот мы посмотрим мальчик о пинкербел у него обратная сторона лепестка даже до сих пор сохраняет розоватость очень красивую но здесь это чистая фисташка такая но она как будто немножко переходит в нее слегка такого серо-розового цвета то есть мы потом в питомнике посмотрим там есть другая стадия отцветания свита на были здесь уже совсем конечная стадия да а там есть еще промежуточная поэтому она лучше но а дальше когда лепестки становятся уже старенькие и слабенькие естественно что если дожди идут сильные да еще в теплую погоду как у нас до сих пор было до в жару не просто теплая погода у нас жара до сих пор было до сих пор это был первый день такой 15 градусов это был не сентябрь август естественно такой жаре сильные дожди они вот на уже отсветших соцветиях но это все элементарно чистится это просто мы этого не делаем поскольку нас это не беспокоит хотелось бы тоже этого не делать но скажите вот она все она не дает никаких дополнительных побегов то есть она уже завершила свое цветение вот смотрите это вы наверное уже про ремонтантность хотите поговорить или про ремонтантность очень хотим поговорить вот смотрите ремонтантность это у нас что такое это повторное цветение то есть это значит что у нас растение биологически способна да зацвести один раз заплодоносить и потом по какой-то причине естественной или там скажем неестественной то есть мы обрезали поскольку мы садоводы тем часто пользуемся он может дать повторный рост побегов которые успеют закончиться цветами и желательно плодами но вот это называется ремонтантность но это особенность сорта или это в принципе вы говорите о том что это в принципе может случиться с каждым растением вот я сейчас говорю как бы что такое ремонтантность как вообще мы это должны понимать да что мы теперь увидим у гортензии скажем на нашем собственном опыте мы убедились что прищипка розовых гортензий но она нам просто необходима в питомнике для того чтобы получить густой куст мы не доводим ее до цветения мы на стадии выращивания еще побега и и обрезаем вы увидите потом в питомнике результат дай и розовые гортензии уверенно дают повторное цветение абсолютно но в нашем климате им не хватает времени не хватает длительности вот этого теплого периода для того чтобы даже при прищипке еще пока побега без бутона выгнать побег новый и чтобы он успел полноценно зацвести даже в такое лето то есть поскольку но сами представляете зацветает начало июля цветет весь июль вы ж не будете срезать хорошее цветение да вам же интересно получить повторное после того как это отсветет но значит вы уже дальше можете ожидать при самых благоприятных условиях это концу октября но у нас это совсем нереально то есть о какой ремонтантности как таковой мы можем здесь говорить с гортензиями мы-то тем более этого не делаем потому что нам нужен хороший вызревший побег для черенкования для весеннего черенкования поэтому нам это совсем не надо скажем так вот эти все манипуляции проводить но если уж так говорить том по поводу ремонтантности туда вот ощущение что розовые гортензии мы по крайней мере те сорта которые мы выращиваем не так уж их много но у нас есть и свита на бель и magic у пинкер был и баблгам и маршмаллоу до кэнди был и руби анабель они все способны действительно способны может быть более теплом климате это лучше проявится но правда там единственное что и сухости больше просто в зависимости от региона в более теплых регионах это может быть хоть какой-то смысл и сообразно для того чтобы иметь и более густой куст и более продолжительное цветение но прищипка она нужна только для нас для питомника потому что для первого однолетнего саженца когда вырастает однолетний саженец после его укоренения черенка да это обычно один-два побега эти один-два побега с огромной шапкой на макушке они не так устойчивы сами по себе и держит эту голову им тяжеловато потому что побег тонкий если мы делаем прищипку и делаем несколько побегов до с маленькими головами то получается более гармоничный куст мне кажется это конечно это и удобнее и в питомнике это приятнее и покупателю когда он покупает мне кажется что и в саду это целесообразно скажите в какой период надо делать эту прищипку но дело в том что мы-то это делали это связано с черенкованием если мы черенок ставим апрель-май то он начинает отрастать это июнь и вот где-то мы прищипывали уже на стадии 4-5 листьев когда появляется уже уверенных хороших вот эти вот узлов до 2-3 узла появляется то дальше макушку отщипом затягивать тоже не стоит потому что если ты затягиваешь можно вообще не дождаться ничего не дождаться да мы же не знаем какое будет лето это было хорошо побег сформировался его можно уже прищип принципе да то есть если вы хотите получить но в саду в этом хотя для вы правы для молодого растения в саду который плохо держит обычно головы и это касается и мальчик лопин кирбелл и баблгам особенно для них это наверное вообще был бы выход вот согласна с вами скажем для свита на боли в этом нет большой надобности у нее очень крепкие побеги они отлично держат свои шапки с малолетства конечно в этом и многие потому что люди покупают эти сорта они сразу делают выводы вот я купила баблгам он у меня сразу же упал развалился куст плохой не стоячий отдаю соседки ну да возможно что вот такая агротехника да она решила проблему первых двух лет жизни этого пусть согласно а потом уже он очень часто людям жалко вот эту прищипку делать им кажется он маленький на самом деле для растений это абсолютно но мы сейчас имеем наоборот обратные тенденции все увлеклись обрезкой все обрезаю там две почки три почки считают кто это делает осенью кто весной но на самом деле да люди увлекаются обрезкой и иногда чрезмерно но кстати я хочу сказать что вот на белоцветковых сортах что она бы что стронг она бы что хайстер бёрст например да вот то что вот мы выращиваем показалось что вот эта прищипка она приводит к тому что вообще практически не дает бутона то есть даже прищипка в это же время как розовая то есть возможно у них нет этого хорошего гена вот ремонтантности да они тогда уже только вырастает именно дают листья хорошие побеги и листья в этом году у нас ни один стронг если в прошлом году пункте мы снимали все стронги цвели на своих побегах в этом году ни один стронг не зацвел после прищипки она были буквально там две штучки но мы их видимо и прищипывали уже потом без боязни совсем таком маленьком состоянии но там буквально 1 2 штуки поэтому ну наверное это надо иметь ввиду если да 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 то есть это важно да смотря какой сорт розовые прищипываем с белыми есть определенные нюансы в том числе стронг она бы да мы покажем питомники как выглядят молодые розовые гортензии после прищипки сейчас они как раз только-только зацветают очень красивое зрелище и давайте сразу же рядом пока стоим покажем заодно и как у нас в конце сентября выглядит руби она бы да потому что я проводил небольшой опрос и у нас вообще вот сейчас ноздря в ноздрю там идут на первом месте самые популярные розовые гортензии это руби аннабель и баблгам и баблгам и баблгам да удивительно вот и руби уверенно лидировала сейчас немножечко отдала несколько голосов вот в пользу баблгама но вот тем не менее по руби тоже есть очень много вопросов потому что во первых ее размер не очень понятен вот у нас вот эта группа руби аннабель растет здесь уже года четыре наверное да и выше не становится разве что побеги нарастает больше количество побегов постепенно нарастает в контейнере им у нас она вышла где-то сантиметров наверное на 15 выше то есть там получается регулярное увлажнение и достаточно подкормки минеральными удобрения то есть да она может дать в наших условиях наверное надо говорить хотя конечно каждый сад от сада отличается и почвы разные все-таки у нас здесь почва не очень богатый но сантиметров наверное 60 70 она должна давать здесь у меня ну дай бог что 50 было но это тоже к вопросу потому что очень много пересорта и опять же таки да возможно людям по размеру будет проще определить потому что руби из всех розовых отличаются именно своим компактным размером да и обязательно покажем да опять к вопросу о том что происходит в сентябре то есть это тоже нормально да что она может она только начала цвести просто он очень долго отставал из-за засухи очень сильно да из-за жары которая была он очень долго отрастал в этом году вот именно этот молодой кустик посаженный позже всех и вот он только сейчас начал свести зато мы можем показать его действительно яркий красный цвет цвет его да и вот такого цвета я пока не вижу больше ни у одной другой гортензии мы купили в этом году сорбет когда был сорбет думали что будет все-таки красный но я не вижу в нем даже разницы не могу его отличить от magic open кербелла или вот бабл гамма то есть примерно тот же оттенок но может он потом себя покажет то есть у вас руби тоже в принципе фаворитах во первых по по крайней мере по этой вы знаете он ничем нравится руби у него очень крепкие ноги у него действительно красный цвет начале цветения и очень хороший темно-зеленый цвет листа он ничем не повреждается не болеет то есть если вам нравятся низкие гортензии древовидные это единственный да да такой нюанс который стоит учитывать что это гортензии вот мы видим свит да и вот хотя свит это тоже невысокая города это дай бог 80 сантиметров но она конечно хороша во время цветения из-за огромные шапки розовых цветов и на крепких ногах которым не страшен никакой дождь никакой ветер она прекрасно себя держит тоже красивый зеленый лист а вот там мы видим анабель она уже в таких же условиях без всяких без всяких подкормок только на поливе намного выше потому что честно говоря да мы с вами будем обязательно обсуждать вопрос который беспокоит очень многих потому что люди не могут купить строн коннабель и не могут отличить его от простой анабель а кроме того есть еще и грандифлора есть еще и стерилис и все вот эти вот белые сорта гортензии у людей и в питомниках в том числе поэтому очень сильно пересорт вот я я вам честно скажу я я я вроде считаю себя уже продвинутым пользователем древовидных гортензий но я бы решил что это строн коннабель нет вообще по шапкам по размеру шапок я бы их даже не стала бы как критерий до различать потому что помните я даже вам тогда сказала она были совсем несложно раскормить до большой шапки тем более если например нормировать побеги не делать их очень большое количество но они очень хорошо отличаются и по своему листу и по коре побегов единственное что мы может быть это лучше покажем в питомнике потому что в питомнике там сейчас уже ну лист увядающий более такой старый осенний хотя если надо то мы и на нем можем показать все равно это видно но в питомнике это будет обязательно гораздо лучше сделать да и сравнить и положить листочки допустим да да вот мы это и будем делать потому что она были еще такое отличие она часто ползет то чего нету стронгов и у нее очень часто такая кора как бы отслаивается от побега иногда это людей пугает у стронгов этого тоже нету но и плюс она отличается и по форме листа и по плотности этого листа стронка она будет отличается строн более плотный лист дает и форму немножко другую и самое главное опушение снизу а вот эти вот шапки они примерно одинаковые и у той гортензии и у этой по размеру то есть у садоводов которые выращивают гортензии на хороших садовых почвах да они за спокойно доводят она бы до очень крупных размеров то время как стронг может дать не огромные шапки если у него много побегов как мы например нам надо чтобы было много побегов а не один толстый для того чтобы черенковать и тогда у них шапки примерно всех одинаковые то есть это вопрос еще и нормировки да да это вопрос нормировки вот я смотрю еще и ноги очень крепкие потому что основная претензия коннабель потому что она разваливается а вот здесь у вас такие побеги потому что которые не согнешь вообще захочешь потому что многие перекармливают эти растения еще раз повторяю мы их вообще не кормим я считаю вот для меня это очень важный принцип надо красный принцип мне нравится чем меньше кормишь тем она потому что чем вы больше гормите это же еще и болезни которые садятся на вот эти перекормленные особенно азотом растения это все очень существенно но гораздо важнее сделать вначале хорошее посадочное место с влагоемкими почвами но дренирующими да неважно там это будут дренажи или это вы будете уклон делать там на этих грядах зависимости от ваших почв и тогда в дальнейшем вы просто добавляете органику то есть постоянное добавление органики как мульчирующие и плюс полив все и всего достаточно но если вы конечно не уверены там каких-то своих почвах вы можете там фосфор калийные удобрения добавлять для цветения для зимовки да лучше но только поменьше азота тогда никаких проблем нет они держат свои головы есть люди которые считают что растение надо кормить каждые две недели работают по формулам вносит разно различные подкормки чтобы не сочеталось одно с другим вы знаете даже имея уже большой можно сказать опыт садоводства когда я смотрю рекомендации в интернете видео мне иногда тоже кажется что я что-то делаю неправильно надо срочно все бежать кормить но когда потом ты в саду видишь что все растет и без этого понимаешь что все таки не в этом дело на самом деле конечно надо понимать немножечко биологию этого растения как она растет в природе до что ему надо химия имеет как палка двух концах то есть одной стороны если ты неправильно ею пользуешься то вот это избыток каких-то элементов он потом все приводит к болезням и очень часто мы даже видим сейчас комментариях каких-то сумасшедших болезнях на гордезе с которыми практически никогда не сталкиваемся вот в нормальном саду если ты не увлекаешься вот этой вот излишней агрохимией обратная сторона медали поэтому я считаю что недокорм лучше чем перекорм это считают все опытные садоводы как ни странно вот и это лишний раз да говорит о том что еще можно сэкономить и вот пока я здесь стою да мы периодически будем всегда возвращаться к вопросу о ремонтантности вот он будет такой красной линией проходить через наш ролик вот хотел показать что вот например вот эта шапка аннабель дает у нас вот такой вот казалось бы боковой побег казалось бы да хотя это говорит только о том что этот побег достаточно взрослый хорошо сформированный ему всего хватает это нормальное строение соцветия потому что если мы бы говорили с вами ремонтантности действительно да то вот обратите внимание если мы уберем вот эту шапку то побеги пошли бы вот из этих вегетативных почек и если бы они нам вот из этих почек дали бы такие шапки вот тогда мы могли бы говорить с вами ремонтантности но это вот чисто мое мнение а это просто строение соцветия нормальные хорошего сытого растения которому все хорошо это норма да мы можем то же самое вот увидеть нам дико пинкер был мы сейчас можем ближе покажем чего подойдем к мэджикал да вот мы подошли к замечательному огромному кусту который называется у нас мэджикал пинкербел да и кстати вот она очень мне кажется декоративен вполне тут как раз и оттенки розового оттенки фисташкового и очень мне нравятся высокие кусты я сам высокий поэтому мне чем выше кусте меньше нагибаться вот здесь вот прям все прекрасно мне тоже они нравятся потому что может быть первый год они еще не так хорошо держат свои головы но уже там на третий год это уже точно поскольку данные сорты имеет в родителях стронканабель кроме пинканабели поэтому у него в общем-то очень крепкие ноги несмотря на такой высокий рост то есть он спокойно вырастает там метр двадцать это у нас этой засухой и мы в общем то здесь это этой группой не шибко занимались поливом но это он вырос отличный но я вот что еще хочу вам показать вот смотрите строить его соцветия да это вот смотрите сколько у него есть вот и вот да дайте поближе вот вот и вот и я не могу сказать это не ремонтантность это все строение соцветия когда ему хорошо это еще дополнительная привлекательность декоративность этого сорта а вот если мы вот так отрежем да то вот у нас как раз идут вегетативные почки из которых вырастет новые побеги да вот здесь вот если мы тут отрежем вот почки вот они и вот такие вот ушки боковушки это в принципе особенность сорта сорта да это говорит о его декоративности высокой что он образует вот такие еще и боковые воздушные верхней части то есть ремонтантности мы это не они закладываются одновременно с этим соцветиям это нельзя говорить о том это видно да потому что они одинакового возраста они даже одинаково отцветают но они чуть-чуть может позже в начале всегда на же опекальное на макушку все идет на макушку а потом распускаются они как дополнительные соцветия все понятно ну смотрите вот есть еще и такие соцветия вот откуда ноги растут например вот у этого явно более молодого соцветия потому что смотрите он был очень слабый побег очень слабый а он просто просто долго рос здесь было затенение да он наконец-то дорос и и зацвел вот это вот так это называется прекрасно да ну вот я считаю что незаслуженным у нас magical pinker bell не вошел в наш рейтинг и веню в этом в основном пересорт потому что у меня в саду тоже растет magical pinker bell и сейчас я окончательно понял что у меня тоже пересорт и скорее всего меня просто pink magic pinker bell дает самый красивый розовый цвет в саду вот розовый цвет у него самый розовый в теплое лето то есть с теплым оттенком розовый очень красивый цвет ну и вообще да мне кажется по всем характеристикам и по устойчивости и по размеру и по цветению и по осенней окраске это не самая лучшая группа у нас даже есть там еще одно место ну просто туда идти не очень удобно где magical pinker bell еще выше и больше шапки иметь растет на полном солнце и прекрасно с этим справляется с какой гортензи я сегодня из вашего питомника выйду конечно ольга я тут у вас обнажил как всегда в петрушке самое интересное прячется в прошлом году не было у вас этой гортензии я так понимаю что это новинка да это сорбет тот самый сорбет который мы купили и думали что нам даст красный цвет candy был сорбет из той же группы как и баблгама и маршмалоу но вот может конечно здесь тень более глубокий куст молодой это была девятка посаженная совсем маленький контейнер ну вот вы видите сейчас все три стадии цветения можно сказать этого сорта да то есть вот это уже отсветшие это начинает раскрываться это середина цветения ну вот как-то по сравнению с баблгамами из magical pinker bell он меня пока не впечатлил мы пока что да может и рано об этом говорить что первый год посадки так меня куст еще вот лежит и это не говорит ни о чем пока что да потому что он еще молод вот но цвет оттенок у него довольно оригинальный мне кажется ну вот я люблю все таки когда хороший розовый цвет они вот такой вот стране туда не сюда непонятно не красный не розовый да не зеленый не белые ну смотрите да мне кажется что в отличие за то он больше он похож на свит мне кажется да нет нет вы что свит красивый розовый цвет это какой-то вот получился грязный такой вот розово-зеленоватый но правда вот рано еще говорить не хочется делать плохую рекламу сорта так вот посмотрит и скажет что не надо даже смотреть его сторону но пока рано да какие-то наши предварительные наблюдения до не претендующие пока на какую-то релевантность и компетентность но растет хорошо несмотря на засуху и отсутствие ухода что мы будем ждать в следующем году в европланте появления нового нового растения нового сорта древовидных гортензий так и вот мы подошли на баблгаму лидеру нашего рейтинга тоже чтобы посмотреть как он выглядит у нас в конце сентября и соответственно и октябре будет примерно выглядеть также я так понимаю вот смотрите в принципе я не вижу в этом сорте принципиального отличия по соцветью от magical pinker bell они примерно одинаковые и по цвету и даже по отцветанию но отличие по высоте сто процентов то есть вот этот вот он баблгам magic кэндабл баблгам он всегда где-то до метра высотой в то время как magical pinker был до легко дает за метр высоту и держит побеги хорошо этот то тоже хорошо бы держал но на нем лежит флокс надо этот флокс убирать потому что он все время на него ложится и данный куст от него пытается отклониться поэтому он так себя сейчас ведет но в принципе он держит свои шапки я считаю вполне достойно никаких проблем и на нем также вырастают вот эти вот боковушечки из пазухов и так же отцветание смотрите с каким розовым оттенком красивым правильно то есть та же фисташка с розовым цветом но здесь у нас были сильные опять вот эти вот ливни которые немножко повредили вот видно вот прямо как ветер этот шел с ливнем повредили чуть-чуть соцветия при желании не сложно убрать ну то есть по сути вы считаете что если мы хотим повыше то мы выбираем пункербелл если мы хотим пониже мы выбираем баблгам а на самом деле это и другая гортензия там очень красивый розовый цвет очень надежное цветение никаких проблем нет ну вот незаслуженно мы magical pinker bell как выяснилось запихали в самый конец рейтинга оказывается виной тому всему печальный пересорт бич нашего времени возможно либо его вообще не так часто продают поэтому может не так часто встречается больше из европы идут баблгамы поэтому да вы понимаете какие истории есть люди покупают прямо меристемы оказывается что на процессе меристемы уже разводят не тот сорт все зависит от питомника конечно и рядом у нас наконец-таки да тот тот самый стронг анабель да к сожалению жаль что они здесь не сидят у вас вместе но мы все посмотрим в питомнике но мы можем убедиться что это конечно потрясающий белый сорт причем это все сидит на подпорной стенке на самом деле то есть это не где-то там вот ровная поверхность с хорошими почвами это все сидит на подпорной стенке и несмотря на то что соответственно более сухое место это что здесь очень сильные ветра он прекрасно себя держит никаких проблем не на то он и стронг да видите какие выгнал еще сейчас вот вот да я как раз только хотел спросить вас по поводу этих сильных побегов потому что вот они вырастают такие как волчки многие люди называют это волчки и возникает такой вопрос в том числе опять же возвращаясь к ремонтантности цветет ли не цветет как видите но тут другой вопрос почему да вот этот побег конкретно вот он не заложил до цветочной почки боюсь что вам никто на это не ответит сто процентов но как я это вижу по всей видимости была хорошая подсушка этого куста в середине лета а потом либо мы начали наконец-то хорошо поливать когда уже совесть совсем замучила и он просто получив большое питание поскольку любое питание вкус попадает с водой да если воды нету сколько там удобрения не было в почве он их не сможет взять почему и голову это не крупно из-за этой подсушки дальше пошел активный рост но поскольку учился физиологически он уже пошел не в то время он возможно и не заложил более позднее развитие побега закончилась вот такой вот слепой просто почкой ничего страшного в этом нет точно так же мы в любом случае обрежем это все весной он даст новые побеги если мы будем за ним хорошо ухаживать а это заключается только в поливе в нашем случае да мульчирование и в поливе то они будут все цвести то есть это в принципе из-за погоды а грех агротехники мы можем не получить цветение на вот этих вот однолетних приростах фактически это жирующий побег я бы это так назвал а почему он жирует да это совсем не значит что он какой-то неправильный или плохой это просто так сложились обстоятельства физиологически что он получил очень много питания излишнего не в то время ну вот это вот я понимаю именно возможно именно на этом сорте потому что очень часто именно на этом сорте получаются такие побеги мне кажется она были тоже такие же дает очень часто то есть именно белоцветковые вот розовые в этом плане цветут всегда все мне кажется побеги они редко даются такие слепые побеги а вот белоцветку почему мы и сами говорили помните даже бы в питомнике это заметили после прищипки зацвели все а белоцветковые они могут вообще в первые года не засвести они могут спокойно первые года дать только зеленые побеги причем но из наших сортов я не буду говорит, за все существующие белоцветковые. Но вот что Стронг, что Аннабель, что Хайстарбург, совершенно спокойно могут пару лет не цвести. И грандифлюра в том числе. Я покажу, да, я метр девяносто ростом, и я стою выше этого куста. То есть, в принципе, высота этого куста примерно метр девяносто. Мне кажется, чемпион среди древовидных. Хотя это подпорная стенка. Я думаю, что если его посадить на хорошем месте, в хорошие садовые почвы, как нормальные садоводы делают, а не как мы, когда уже не знаешь, куда приткнуть растение, то он может спокойно и 2 метра дать. То есть, 2 метра древовидная гортензия, вот, пожалуйста. Да, да. Стронг Аннабель. Хороший, надежный сорт. Надежный, хороший сорт, который всем нужен. Осталось научиться его отличать. Да, различия мы покажем в питомнике. Мы приехали в знаменитый питомник Ольги Чененковой, чтобы наконец-таки посмотреть древовидные гортензии. И вот на одном столике разместить все сорта, которые сейчас в данный момент в питомнике есть, мы постарались выбрать все, которые цветут. В конце сентября. Напоминаю, да, конец сентября у нас в разгаре цветущие древовидные гортензии. Вот так бывает, да. Чего вы добились в процессе прищипки? Вот смотрите, во-первых, что мы получили. Вот это у нас Мэджикл Пинкербелл, на который все жалуются, что он в молодом возрасте ложится, да, и не держит расцветшее соцветие. Соцветие стало чуть-чуть поменьше размером, но зато много побегов, и все они отлично стоят. Прекрасно. Вот даже, да, если так нагнуть, ничего не гнется. Ничего, да. Стебли очень прочные и крепкие. Сколько было ветров, открытая площадка, ветра очень сильные, и все прекрасно стоит. И уже, кстати, мы видим вот эти боковые маленькие. Мы видим боковушечки. У саженца, которому отродясь, да, это получается июль, июль, август, три месяца. Три месяца вот этому растению. Этому растению, вот им всем три месяца. Ну, это вообще, конечно, вот, мне кажется, надо какой-то отдельный ролик снимать про секреты вообще питомниковода, потому что, ну, вот, я не знаю. Как получилось секретов о том, что нет? Я тоже хочу из черенка за три месяца получить вот просто такой, да. Ну, вот только по объему этого горшочка я понимаю, что это действительно очень небольшое растение. И мы видим, что в три месяца они все-таки вот разные сорта, они разные, да. То есть мы сейчас вот посмотрели Magical Pinker Bell, и вот мы можем сравнить его с баблгамом. Давайте, да, вот один баблгам я дам вам, у нас их два. Да, мы тут сейчас выставили два баблгама. Да. Будем мериться баблгамами. Да, ну, кстати, вот опять же видно, да, здесь у нас одна нога, но она дала, соответственно, и более крупные шапки раньше зацветшие. У меня вон сколько побегов, хотя это все один возраст, но дети все бывают разные, да? Ну, да, черенки тоже все по-разному себя ведут, развиваются. Да, шапочки поменьше, зато кустик сразу же пышный, и он меньше роста. Хотя цвет, вот сравните, Magical Pinker Bell и баблгамы, цвета очень близкие. Цвета близкие, да, но вот я смотрю, все-таки Pinker Bell поярче. Мне нравится Pinker Bell, вот именно у него, все-таки сейчас уже сентябрь, согласитесь, немножко другое солнце, да, оно уже не в зените стоит. Когда же у нас очень солнечное лето, и ему его достаточно, и влаги достаточно. Цвет просто, не просто розовый, а он такой тепло-розовый цвет, очень красивый оттенок у Magical Pinker Bell. Но баблгамы не хуже. И видно, что, кстати, вот эта двойная окраска лепестка, нижняя часть более яркая, верхняя более светлая, все это проявляется у таких вот молодых растений. Но главное, они себя держат. И сейчас вот уже стала появляться и бронзоватость вот этих листьев, которые характерны для баблгамы. Вот мы видим, да, ее. Но это вот бронзоватость, она характерна именно для баблгамы или для всех розовых сортов? Ну вот мы так понимаем, что все-таки многие розовые дают эту бронзоватость. В этот период, я полагаю, что это связано все-таки как осенняя окраска, когда антоцианов становится больше в листе, когда начинаются перепады температур. Потому что свит Аннабель летом никогда такую бронзоватость не даст. Это будет темно-зеленый лист. То есть это во второй половине лета появляется. Я думаю, да, потому что сейчас мы посмотрим с вами свит, и в принципе я знаю, что и у него, вот если приглядеться, это есть. Вот мы с вами сейчас смотрим на свит Аннабель, которая в разной стадии распуска. Вот здесь мы видим, он только распускается, такой более насыщенный оттенок. Здесь вот он уже в полном распуске, такой более серебристо-розовый цвет. То есть если сравнивать с Magical Pinker Bell, и цветы гораздо крупнее у свита. Да, да, шапка, ну понятно, что это молодое растение, трехмесячное, да, еще пока. Она не такая огромная, как мы видели в саду на маточнике. Но разница видна, да, и в размере цветка, и форма лепестков. И форма лепестков, и лист совершенно другой, то есть лист у него такой более округлый становится, более зубчатый, более плотный, и окрас обычно у растений темно-зеленый. Но в контейнере не всегда это можно добиться, это все-таки ограниченное питание. Растение, когда уже растет в грунте, оно само берет то, что ему надо, а здесь оно вынуждено есть то, что мы ему даем. Это и хорошо, потому что людям, почему они спрашивают отличительные признаки сортов, как если они пришли в питомник, они могли отличить еще, нету даже цветов, но хотя бы по каким-то дополнительным признакам они могли понять, что у них не пересорт, что у них именно тот сорт, который они хотят получить. Это да. Поэтому это важно. Вот это мы посмотрели с вами свет. Тут еще у нас стоит маршмалоу, как раз распускающийся, вот он. Вот, кстати, смотри, хороший. Шикарный куст. Да, куст уже, да. И видно, что насколько нежный оттенок. Он даже все-таки летом, он, конечно, более розовый дает оттенок, чем сейчас, ну потому что сейчас осень, она накладывает отпечаток. Но видно, даже сейчас виден легкий оттенок розового цвета. Да, да. На кустах. Оттенок хороший, ветер у нас поднимается. Ветер поднимается, но ничего не ломается, обратите внимание. Да, пока что ничего не ломается, да, к концу ролика посмотрим. Надеюсь, что главное, чтобы у нас ничего с вами улетело. Хотя все стоит на столе, да, не на земле. Нет, маршмаловый прекрасный сорт у меня растет, я им прям чрезвычайно доволен. Вот маленькая у нас, вот обратите внимание, все-таки насколько сорт более миниатюрен, потому что тот же самый возраст. Даже по саженцу. Руби Анабель. Руби Анабель. И все-таки она маленькая, но уже с бутонами. Но бутоны эти, скорее всего, уже не успеют распуститься, вот, к сожалению, побольше. Ну, я так понимаю, с бутонами, потому что их у вас гораздо меньше. Их, наверное, хорошо, потому что берут все-таки. Их берут, да, вообще сразу, конечно, но это, в общем-то, не успели распуститься. Бутоны у трехмесячного растения, они не успели распуститься. А, все-таки. Все-таки не успели, да. То есть она чуть-чуть помедленнее развивается и попозже зацветает. Да, думаю, что да. Потому что это, опять же-таки, тоже к вопросу, какие сорта зацветают раньше, какие позже. То есть мы уже можем на трехмесячных растениях видеть. Она даже укореняется подольше, вот я бы так сказала. Вот укоренение, скажем, свита анабели происходит очень быстро. Укоренение мэджико пинкербел происходит очень быстро. Стронги очень быстро укореняются. А рубя анабель укореняется чуть подольше. Вот это тоже сказывается, я думаю, на развитии потом саженца. Да, да, да. Так, ну вот мы поставили, Ольга, с вами два горшочка. Один у нас стронг анабель, второй просто анабель. К сожалению, стронг у нас без цветов в данный момент, но я так понимаю, что цветы вообще в принципе у них неразличимы. Мне тоже так кажется, что принципиальной разницы в цветах у них нет. То есть размер соцветия, да, это все зависит чисто от агротехники, не более того. Но вот различия у них в самом растении видно хорошо. Не знаю, насколько мы сейчас это сможем показать, да, поскольку уже растения, в общем-то, готовятся к осенней окраске, и листья начинают тихонечко желтеть. Но все-таки, я думаю, вы это увидите. Вот смотрите, во-первых, форма листа. У анабели в норме лист более вытянутый. Это вот нормальная форма для анабели. Она вытянутая и кончик заострен, да. И лист на ощупь, вот вы трогаете, да, он более мягкий, более тонкий по своей плотности. Смотрим на стронг анабель. В норме у него лист, да, конечно, есть вариация, да, у листа и у анабели, и у стронг анабель. Но в норме он такой более округлый. Если мы будем смотреть взрослые кусты, это вообще хорошо видно. При нормальной вегетации, то есть не сейчас уже осенью, а в середине лета, он насыщенно зелёного изумрудного цвета. Анабель, она чаще такая более, чуть-чуть светлее. Побледнее. Даже если она хорошо кушает. Но самое главное, это, конечно, изнанка листа. То есть если мы смотрим с вами анабель, то у него по жилкам нет такого сильного опушения, как у стронг анабель. Мы даже, вот если посмотреть, видно, что вот этот лист имеет салатовый цвет, да, а этот имеет как бы подложку изумрудную, а сверху прямо как будто бы белое на нём опушение. Да, так и на ощупь, я вам скажу, и с этой стороны, и с той он такой шершавый более, а этот более гладкий. Да, и она более, вообще такой лист более тонкий, вот по своей плотности, а этот чувствуется, что он поплотнее. Несмотря на то, что это трёхмесячные саженцы. Если бы мы с вами сейчас сравнивали взрослые кусты, это было бы даже лучше видно. То есть это вот стопроцентный признак, да, определять, что... Плюс, ну и дальше уже, конечно, если саженцы повзрослее, да, тут мы это не можем показать, но кора у анабель, она может спокойненько расслаиваться, и даже иногда это пугает людей после зимы. Им кажется, что растение тяжело больное. Ну такие, как плёночки, да, отходят. Да, поскольку кора прямо такими полосами, да, растрескивается ощущение, то стронг анабель имеет хорошую кору по всей поверхности всего вот этого побега зимой, одревесневшего, хорошего коричневого цвета. Ну и плюс стронги никогда у меня ещё не ползли. Мы не заметили, чтобы этот куст давал какие-то мощные броски вбок, да. То, что существует у анабель. Анабель очень так лихо расползается, ты её можешь посадить здесь, она ещё выкинет свои побеги там где-нибудь сантиметров через 50. Вот это основные отличия. А так, конечно, недаром говорится, что стронг анабель – это улучшенная анабель. Ну, белые соцветия, большие шары, крепкие ноги – это стронг. Ну вот по форме листа. Всё, да, вот мы определили, что это можно сделать по фактуре листа и по цвету листа. По цвету, а в основном изнанке листа. Изнанке листа, да, да, да. Слушайте, Ольга, и сейчас я достану телефон с подсказками, потому что я собрал какие-то вопросы, которые, возможно, мы упустили в процессе. Хорошо. Чтобы, возможно, вы смогли мне на них ответить. Итак, Ольга, у нас с вами будет небольшой такой экспресс-блиц-опрос. Блиц-опрос. Пробежимся по вопросам, которые мы, возможно, не озвучили. Есть ли сорта с особыми требованиями кислотности почвы у древовидных гортенций? Я бы сказала так, что белые сорта более требовательны. Розовые спокойно мерятся с нашими обычными садовыми почвами и даже с кислотностью 6. Вот так вот совершенно спокойно её переносят, растут и цветут. Всё-таки бело-цветковые, более кислотные, любивые. И, наверное, для них где-то от 5 до 5-5, вот это норма. Ну и следующий вопрос. Влияет ли пиаж на окраску соцветий? Вообще не влияет, мне кажется. Ну, это, знаете, поскольку он влияет у крупно-листных, возник поэтому такой вопрос. Есть ли среди древовидных ранние или поздние сорта? Из древовидных, чисто по нашему опыту, да, получается, самые первые зацветают. Это грандифлёра и свитонабель. Вот как ни странно. Дальше они начинают цвести, фактически все, можно сказать, одновременно. Так. Различаются ли сорта по продолжительности цветения? Это мы с вами уже рассказали. Наверное, да. Так-то. Так, зимостойкость разных сортов и варианты утепления на зиму. По зимостойкости, по крайней мере, из литературы, из того, что мы сами заметили, хуже всех побеги сохраняются зимой. Это рубианабель, это свитонабель. Наверное, надо внимательнее отнестись к баблгамам. По крайней мере, по ощущениям. То, что касается самой зимостойки сорта, это грандифлёра. Это вообще ни с чем нельзя сравнить. Неубиваемый. Неубиваемый сорт, да. Любая зима для них семечки. Дальше это стромги. В принципе, хорошо зимуют анабели, отлично зимуют хайсы. То есть, ничего про них плохого сказать. А, и Мэджикл Пинкербелл, кстати, это тоже один из очень хорошо зимующих сортов. Вот так внезапно, да. Вот так внезапно. Но надо отметить, что в принципе-то можно не волноваться ни за кого, потому что побеги, мы будем с вами по весне, обычно их обрезают коротко. То есть, это в принципе не страшно. Хотя я знаю очень многих садоводов, которые не режут их коротко принципиально, выращивают их по принципу, можно сказать, даже метельчатой гортензии. Их по мне устраивают некрупные соцветия, зато они держат форму. И всегда спорят, что не надо их коротко обрезать. Ну, вот как-то... Ну, это такой, да, спор тупоконечников-остроконечников. Да, это кому как нравится. Особенности обрезки, я вообще считаю, в данном случае с древовидными, это дело вкуса, скажем так. Да, да, да. Сколько часов света необходимо древовидным гортензиям? Есть ли различия по сортам? Ну, вот смотрите, на нашем собственном участке, да, у нас ни одна гортензия не получает солнца, наверное, больше шести часов в день. Потому что у нас участок реально полутень, постоянно то с одной стороны, то с другой стороны где-то солнце обязательно закрывается. И все они цветут, и мы ни на кого особо не жалуемся. Хотя мне так кажется, что поскольку климат у нас северо-западный, и не всегда бывает тёплое и жаркое лето, красивая окраска у розовых гортензий, именно действительно яркая, розовая получается только на хорошем солнце в тёплое лето. Вот так вот. Потому что если вы будете сажать в полутень, и лето будет холодное, то и цвет розовый будет такой более спокойный и более холодноватый, даже у Magical Pinker Bell. Ну вот да, потому что многие думают, что наоборот, если я посажу на солнце, то они будут выгорать. Нет. А они на солнце будут только ярче. Только ярче будут становиться. И спокойно они держат это солнце. Главное поливать. То есть гортензию надо поливать, но не заливать. Это очень важно. Ну и да, последний вопрос касается ремонтантности, которую мы неоднократно упоминали. Хочу ещё раз, собственно, вопрос озвучить, и получить на него какой-то такой однозначный ответ. Я так полагаю, что это, в принципе, всё равно будет ваше мнение. Конечно. Что означает ремонтантность гортензии? Это цветение на однолетних побегах или повторное цветение на ветвлении этих побегах? Нет. Я считаю, что это повторное цветение на побегах, цветущих уже в этом году. Скажем это так. Потому что это именно второе цветение на этих побегах из боковых, выросших на этом растении. То есть говорить о том, что базальный побег это какой-то совершенно другой побег у гортензии. Нет, он просто немножечко позже развивается. Как у большинства кустарников, базальные побеги служат для возобновления этого куста. В принципе, это как бы новый куст вырастает, можно сказать. Это совершенно другие почки. И эти почки, они очень хорошо оздоравливают растения. Это для всех кустарников касается. То есть многие грибные заболевания, которые уже есть на этом кусте, на более старых ветвях, на базальных очень часто отсутствуют. Это очень важно. Но вот мне понравилось действительно ваше замечание о том, что однолетние побеги, например, у грандифлёры, никогда не цветут. Вот мы с вами сегодня проверили, и действительно мы не нашли ни одного однолетнего побега, который бы цвёл. А цветут именно побеги, которые развились, и мы их обрезали с прошлого года. Так что да, возможно, это очень важный такой признак. И возможно, это же мы видим и на стромканабыли. Может быть, поэтому они не зацвели после прищепки. Кто его знает? Я так понимаю, что достоверной информации нет, поэтому выясняем всё на собственном опыте. Ну и прямо скажем, это для нас как-то не очень принципиально было всегда. Но вот эти вопросы возникают часто, когда ты сажаешь. Даже вот мы когда ландшафтом занимались на объектах, мы очень часто замечали, что грандифлёра в первый год не цветёт. Правильно, потому что в первый год она нам выгоняла в основном молодые, сильные побеги. Но ещё, наверное, такой важный момент. Когда мы сажаем свежие почвы, они обычно хорошо заправленные, и в них много азота. И вот я обратила внимание, что розовые на новых почвах, в общем-то, цветут всегда. А белые могут не цвести год-другой на любых побегах, пока они, мне кажется, не сбалансируют вот это питание в грунте, пока не уйдёт лишний азот, пока там не будет достаточно уже такого баланса с фосфором и скалием. Потому что есть мнение, что для того, чтобы хорошо зацвела гортензия, необходимо всё-таки больше фосфора ей в этот период, когда она закладывает бутон. И если, естественно, в почве есть дисбаланс в сторону азота, мы там перестарались, то он просто жирует, он даёт хорошую вегетацию, но плохо цветение. Мы, кстати, вот в этом году заметили, что старые кусты, если мы их не пересаживаем в больший объём до того, пока он не заложит цветочную почку, то они цветут все, аннабели, стронги, грандифлёры. Если же ты их с весны пересадил, они гонят, как лоси, такие огромные побеги, цвести не хотят. Вот это, я думаю, такая сильная реакция на кормёжку. С розовыми этого нету, они спокойно цветут. Есть такая разница. Ну, это, видите, да, интересно в первую очередь именно к вопросам обрезки, насколько низко резать. И не пугаться, если вы посадили молодое растение, если оно у вас не цветёт первый-второй год, ничего страшного нет. Зацветёт. Но чуть попозже. Ну, вот мы видим, да, на розовых, что розовые после прищепки зацвели практически все. А вот с астронгом и, вероятно, та же история и с аннабель. Потому что мы с вами нашли только одну фактически цветущую аннабель. Ну, и, соответственно, и с грандифлорой то же самое. Да-да-да, и грандифлёра тоже, кстати, стоит тоже без цветов. И последний вопрос, наверное, который я хочу вам сегодня задать, по поводу болезней. В последнее время, да, очень многие жалуются, что на их гортензиях появляются различные повреждения, пятна. То ли это грибок, то ли насекомые. Никаких каких-то ответов определённых интернет нам дать не может. Может быть, вы поможете нам разобраться. Вот смотрите, конкретно на этом экземпляре мы сейчас видим вот такую пятнистость, фиолетовую, маленькие пятнышки. Это грибное считается заболевание, циркоспороз. Но оно совершенно не опасно для этого куста. И мы даже не считаем, что с ним надо особо как-то бороться, потому что это грибы, которые присутствуют всегда. С чем это связано? Это связано с верхним поливом и очень плотным стоянием растений, естественно, на площадке. Если вы посмотрели, вот у нас сейчас в саду, этого, в общем-то, нет. А здесь это неминуемо должно быть, потому что растения стоят плотные, нижние листья находятся в такой непроветриваемой зоне. Создаются такие просто условия для развития этого гриба. То есть в тёплую погоду. То есть что им надо для развития? Это жаркая погода и высокая влажность. И плохая продуваемость участка, скажем так. Поэтому эти листья, по желанию, вы можете их удалить, но это глупо делать. Почему? Потому что на самом деле фотосинтез в них идёт. Зачем нам ослаблять растения? Ну лист туда зелёный. Эти грибы ничем ему не мешают. Они никогда не убивают растения. Это не какой-то патоген такой страшный. Они вообще присущи для очень многих растений. Вот эта пятнисость, что антрокнозы, что циркоспорозы. Это несовершенные грибы. Они в природе существуют и всегда поселяются на листьях. Они, кстати, где-то так, сапрофиты больше даже, чем какие-то патогены серьёзные, паразитические. И поэтому... То есть не стоит хвататься за фунгициды, чем обрабатывать? Да, здесь одна. Во-первых, не поливайте гортензии по листьям. Поливайте их всё-таки под корень. Нам приходится, несмотря на капельный полив, такую жару вечером доливать. Ну, у вас, да, по техническим условиям. Иначе всё-таки в контейнере расти тяжело растение. Если вы выращиваете в грунте, то есть, во-первых, не сажайте их близко друг к другу, чтобы они проветривались. Во-вторых, и поливайте их под корень. Поэтому вот когда идёт автоматический полив, часто на участках, особенно на газонах, когда вы саживаете вот эти гортензии близко к газонам, и вот эти форсунки, которые бьют по растениям в течение длительного времени, они могут спокойно тоже вызывать вот эту пятнистость. Поэтому тут надо обращать обязательно внимание. Во-первых, не перекармливать, потому что это чаще возникает на хороших кормёжках, когда много азота. Во-вторых, проветривание. Не сажать близко растения друг к другу. И третье, поливать их под корень. Особенно вот вторая половина лета. Первая половина, кстати, никогда не возникает этой пятнистости. Всегда вторая, когда жарко. Всё. Я думаю, что да. Сегодня мы довольно много ответов получили на интересующие нас вопросы. На этом мы закончим. Но я думаю, что мы обязательно продолжим с вами в следующем году. Я для этого подарил вам сорт, который у вас нет ни в саду, ни в размножении. Да, да, да. Спасибо большое. Это была рогатца лимета. Да, посмотрим, какая она вырастет. Услышать, да, ваше мнение по поводу этого сорта, ну и каких-то новых других. Потому что их возникает довольно много. И мы хотели бы услышать, соответственно, ваше мнение, ваши рекомендации и много другой информации, которую вы можете нам рассказать, как питомника вот и ландшафтный дизайнер. Хорошо, спасибо. Всё, на этом всё. Да, мы с вами прощаемся. С вами был канал Европлант Лайф. Я, Андрей Смирнов и питомник вот Ольга Чененкова. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok